Доброе утро, друзья! Сегодня 17 апреля 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами. Друзья, вчера стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между министрами энергетики России и Саудовской Аравии Александром Новаком и Принцем Салманом. Стороны выразили обеспокоенность и заинтересованность текущей нефтяной ситуацией. Ну, понятно, что настроения, наверное, на нефтяном рынке сейчас не самые радужные. Нефть в последние дни продолжила падение, несмотря на достигнутые ранее ОПЕК и G20 договоренности по ограничению нефтедобычи. Ну и очевидно, что положительный эффект все-таки не наступил в том объеме, в котором предполагалось и в котором были надежды на этот счет. И падающий спрос, он превышает договоренности по ограничению. На сегодняшний момент нефть стоит 28 долларов 40 центов. В рамках одного дня она прибавляет более 2 процентов, но в целом можно обнаружить падающий тренд. И это не может не вызывать обеспокоенность у заинтересованных лиц. Вот на эту тему, в общем-то, они и беседовали. Высказали надежду, что все страны, которые участвуют в ограничении нефтедобычи, будут соблюдать достигнутые договоренности. И допустили возможность принятия дополнительных мер по стабилизации ситуации. Что это за меры, озвучено не было, друзья. Но не исключено, что если ситуация продолжит усугубляться, ОПЕК может встретиться повторно и разработать дополнительный комплекс. Не исключено, что дополнительных ограничений. Потому что текущая ситуация не устраивает никого и создает огромные проблемы всем нефтяным экспортерам. Кстати, интересное решение придумали Соединенные Штаты Америки. Их правительство озвучило выкуп нефти у крупнейших экспортеров. Причем, по очень любопытной схеме, они покупают недобытую нефть. То есть, по сути, ту нефть, которая останется в земле. И по текущей стоимости около 20 долларов за баррель марки WTI, они планируют купить 365 миллионов баррелей. На что здесь идет расчет? Во-первых, на поддержку экспортеров, нефтяных нефтедобытчиков. Таким образом, фактически, они приобретают на внутреннем рынке очень большое количество нефти. Ну и идет расчет на сохранение этой нефти в земле. Потому что при ее добыче ее просто негде уже складывать. И впоследствии идет расчет и надежда на спекулятивную продажу. То есть, после того, как рынки восстановятся, вот эта выкупленная нефть, которая, по сути, будет храниться в естественных условиях. Ее можно будет по довольно выгодным ценам реализовать. Вот такой вот интересный ход американского правительства. Довольно любопытный, друзья. Ну что, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Сегодня, вот, в частности, нефть торгуется в плюс. Но, в общем и целом, наверное, надо признать, что происходящее довольно драматично. Друзья, все, кто не смотрел, посмотрите вот такой вот мой видос о так называемых длинных коротких позициях на рынке. О том, кто такие быки, кто такие медведи, что значит шортить рынок. Все, кому не знакомы данные понятия, смотрите. Я думаю, узнаете для себя много интересного. И не забываем посмотреть мой традиционный прогноз на сегодняшнюю торговую сессию на московской фондовой бирже. Сегодня мы закрываем очередную неделю, которая, в целом, до сего момента довольно минусовая. Но, надеюсь, что вот эта обнадеживающая информация по нефтяным котировкам сегодня поднимет наши индексы. И мы сумеем закрыть неделю на позитивной ноте. Друзья, обо всех событиях, которые сегодня произойдут, я вам расскажу. Следите за моими видосиками. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте мне лайк. Всего вам самого доброго, хорошего дня. Пока-пока.